Нас победа точно ждёт, несмотря на снег и лёд! Название мероприятия как привет из 70-х прошлого века. Сейчас и старшее поколение вряд ли вспомнит, что почти 50 лет назад полностью название игры звучало как всероссийская, пионерская, военно-спортивная игра «Зорница». Теперь и пионеров нет, и союз канул в лету, а название осталось. В Развилковской школе проводить «Зорницу» стало доброй традицией. У нас каждый год в феврале месяце, накануне Дня защитника Отечества, проходит это мероприятие. Один день для начальной школы, потому что школа слишком большая. Второй день – 5-11 классы. Мероприятие пользуется большим успехом. Участвуют все, от учителей, которые стоят на этапах, и до детей, которые сами, естественно, выполняют данные этапы. В нынешнем году мероприятие посвящено и 70-летию городского поселения Развилка. Постепенно школьный двор наполняется детскими голосами. Все команды имеют свой цвет. Чтобы в общей массе не потеряться и отличать своих, на рукав повязывается соответствующая ленточка. Перед игрой необходимо сдать телефон. Сдаем телефоны, чтобы они нам не мешали на «Зорнице». Девайсы сдают не для того, чтобы не отвлекаться на звонки, опыт, сын ошибок трудных. Во время спортивных соревнований телефоны теряются чаще всего. После игры их вернут хозяевам. Наконец, дается команда к построению, и ученики начальных классов вместе с учителями отправляются на школьный стадион, где для них уже приготовлены испытания. Нужно ударить мяч, чтобы он попал в ворота. Если вы не попадаете в ворота, значит, вам очко не начисляется. В отличие от классической «Зорнице», где команды воевали друг с другом, чтобы завладеть знаменем противника, в Развилковской больше именно спортивной составляющей. Каждой команде необходимо пройти 9 этапов в соответствии с маршрутным листом. Названия этапов говорят сами за себя. Бег по болоту, метание в цель, нахождение мин. Конкурс у нас, значит, саперы. Здесь задача в том, что дети у нас ищут воображаемые мины при помощи щупа. Ну и, соответственно, за каждую найденную мину дается одно очко. Соответственно, очки объединяются и выявляется победитель на данном этапе. После каждого испытания, которое проходится вместе с соперниками, результаты записываются в специальный бланк. И у кого в итоге очков оказывается больше, тот и победил. Задания несложные, но требующие и определенной сноровки, и командной работы. Умение действовать в составе команды – также одна из целей военно-патриотической игры. Детки обожают, когда все вместе участвуют. Когда я бегу, я должен думать. Я не подведу команду. Я должен прибежать самой первой. Мы вместе, мы непобедимы. И вот так мы должны всегда действовать. Меж тем, пронизывающий ветер со снегом усилились. Но участники «Зарницы» этого не замечали. Даже те ученики и учителя, кто не участвовал непосредственно в состязании, подбадривали своих, как могли. Самые лучшие! Самые быстрые! Самые смелые! Время идет быстрее! Садимся все вместе! Не ждите никого! Страсти на поле кипят нешуточные. Несмотря на то, что каждая команда стремится набрать больше очков, и организаторы, и учителя, и родители признают, «Зарница» – это именно тот случай, когда важна не победа, а участие. Самое главное, чтобы дети получали заряд бодрости. Как видите, много родителей приходят, чтобы поддержать и помочь. Развилковская школа имеет более чем 60-летнюю историю. И игра «Зарница» – еще одна традиция, которая помогает воспитывать в учениках стремление к достижению цели, командный дух, любовь к родине. Тех вещей, которых зачастую так не хватает в нашей сегодняшней жизни. Максим Козлов, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин